Праздник доброты и милосердия. В канун Наурыза представители управления природных ресурсов и компании в Торсырье навестили две семьи. В гости они пришли с подарками. Порадовать малышей получилось благодаря акции по сбору макулатуры. Александр Солмина продолжит. Общительная сана, лира и маленький хулиган Нурсат – радость и гордость Манапа Серегбаева. Не хватает еще дочери Тураи, она гостит у тети, рассказывает глава большой семьи. Любящий папа – капитан полиции, только вот от службы пришлось отказаться. На плечи легли совсем другие заботы. Один из самых счастливых и долгожданных моментов жизни теперь вспоминает с болью. Супруга была беременна, четвертым ребенком. Ей сделали кесар, обнаружили, что онкология по-женски. Пришлось уйти из полиции. Ребенка, младшего ребенка, сына, пришлось самому выхаживать, так как он был искусственником. Занимался детьми, это самое, лечением супруги. Человек полагает, плохо располагает, лечения не пошли на пользу. С тех пор малышам отдает все свое время. Маму не заменишь, но он старается, чтобы дети не чувствовали недостатка в любви и внимании, особенно девочки. Они отцу отвечают, помощницы взяли на себя часть женских обязанностей. Убирают квартиру, моют посуду, играют с братишкой. Управление природных ресурсов и компания «Вторсырье» решили заглянуть к маленьким хозяюшкам в гости в канун Наурыза. Они сейчас как раз проводят добрую акцию. 23 февраля она стартовала в первой гимназии. На сегодняшний день в 10 школах города уже установлены контейнеры для сбора макулатуры. Все вырученные средства «Вторсырье» будут направлены на благотворительность. И вот сегодня мы решили посетить две семьи. Были определены их нужды и приобретено все необходимое. Старшей дочери Лире нужна была обувь. И вот девочка уже примеряет новые весенние ботиночки. Радостно шагает, позирует как модель. Говорит, очень удобные и красивые. А еще малышам принесли целый пакет сладостей к чаю. Ребята с удовольствием взялись его разбирать. В тетради, газеты, листовки, картон. Благодаря тем, кто не остался в стороне и принял участие в акции, наурыз у детей будет радостным. Активное участие в акции принимают средняя школа номер 7 и первая гимназия. За две недели акции, как уже сказали, нам удалось собрать одну тонну 100 килограмм. Это примерно около 20 тысяч тенге. Акция продолжится, отмечают ее организаторы. К слову, принять участие в ней можете и вы. Для этого нужно установить контейнер для бумажных отходов у себя в подъезде и активно собирать макулатуру. Александра Салмина, Желудузбек Ермуканов, Новости МТРК.